Я Лариса Бузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невеста Ольга, Елизавета и Татьяна. Жених у нас Евгений. Здравствуйте. Заходите. Евгений, 45 лет. Его семейному счастью помешали проблемы с законом. Каждый раз доказывал свою невиновность в суде, а доказать что-то своим женам не посчитал нужным. Евгений, управляющий топливной компанией в Чехии, много путешествует, занимается тайским боксом, катается на горных лыжах и спортивных машинах. Гордится своим дворянским происхождением и мечтает о долголетии. Евгений не свяжет свою жизнь со слишком худой, короткостриженной провинциалкой. Женится на ухоженной и самодостаточной москвичке, которая готова постоянно развиваться и родить ему наследника. Я пацаном еще на зоне отпахал, и меня боялись даже тетеньки в роддоме. По вечерам перо в кармане я таскал, и пон держал в седьмом микрорайоне. За душу берет, но я так ни одной песни так и не выучил. Чего так? Нельзя было? Новый порядок. Ну, болезненное что-то. Давайте я с подарков начинаю. Давайте подарки. Не оттуда. Это не оттуда. Такое я не умею. Это вот такие вам тарелочки. Ну, как-то, если не своими руками, спасибо, роднушечка. А это... Это такие небольшие сувениры из Фраги. Спасибо. Василиса появляется редко, но метко. Видишь, как красивый подарок. Да, это кобальт и настоящее золото. Чего? То есть они расписаны сусальным золотом. Да ладно тебе. А я-то думаю, ладно. Какая пшельсия. Да, это сусальное золото. Только не надо состребать и себе делать кулончик из этого. Ладно, Роза? Ну, первое впечатление я тебе хочу сказать обманчиво, но вроде выглядит достойно. Я знаю, что у вас видео есть. Ладно, подарки получили. Давайте посмотрим, откуда они такие подарки. Добрый день, милые участницы программы «Давай поженимся». Меня зовут Евгений. Я сегодня решил сделать небольшую романтическую экскурсию по городу, в котором я живу, до города Прага. Это очень романтическое место для всех влюбленных. Пока я дошел до Старогородской площади, это самая знаменитая площадь Праги, вышло солнышко и освещает. Теперь эту площадь здесь такое создается от солнышка весеннее романтическое настроение. Это так называемый Пражский град. Сейчас мы зайдем внутрь. Очередь была, конечно, небольшая, но что ни сделаешь для участниц программы «Давай поженимся». Здесь очень красиво. Здесь можно увидеть все. А домик, это среди них есть ваш домик? Нет, нет, моего дома. Моего дома нет в центре. Я нахожусь далеко от Карлова моста. К сожалению, солнце мешает мне снимать сам мост. Но я попробовал поставить так камеру, что его сзади меня хорошо видно. И здесь тоже вашего дома не видно, да? И здесь не видно, да. Это исторические сопримечательности роста, там никто не живет. Язык уже знаете? Да, в совершенстве, так же, как на русском говорим. Мне приходится закончить свое видео знакомство с вами, потому что формат передачи мне не позволяет сделать больше видео. В Праге, конечно, можно снимать бесконечно, очень много красивых, романтических мест. Жених показывал, да, все те места, где я была. Это интересно, много общих. Как вы оказались первый раз на чужой сторонке? Ну, была... Мы жили в России, был первый брак у меня, первая жена. У нее возникла идея переехать в Европу для постоянного места жительства. Это был еще 2003 год. И была выбрана Прага, Чехия, потому что там, в общем-то, на тот момент было просто получить вид на жительство по бизнесу. Достаточно было зарегистрировать фирму. Когда все это сделал я, я поехал первый. Она прилетела позже. Резко у нее поменялось настроение. Она не хотела уже почему-то жить за границей. Хотелось, в общем-то, назад вернуться в Россию. Я ее понимаю. Ну, и она вернулась. Детей не нажили в том браке? Нет, у меня дочь там. Дочери 24 года, она живет в России. Он думал только о бизнесе. Понимаешь, а ей, может быть, сложно было. И язык, понимаешь, надо выучить, с кем-то общаться. Я уже начал заниматься бизнесом. Причем я попал фактически в струю. И через месяц после приезда я уже открыл офис в центре Праги. У меня была рабочая, хорошая идея, которую я реализовал. Ну, в общем-то, жена начала ставить условия. Давай сразу купим дом, давай сразу купим хорошие дорогие автомобили. Я говорил только что, давай подождем, посмотрим. Нужно выучить язык, нужно адаптироваться, интегрироваться. Потом будем заниматься покупками. Ну, ей нужны были какие-то тылы, какие-то гарантии. Потому что ваш бизнес раздербанить в случае развода очень проблематично. Вы же уже и правильных адвокатов там нанимаете и так далее. А когда у тебя есть недвижимость в браке приобретенная, то это гарантия, хочешь не хочешь, но вам придется отломить половину. Так и получилось, да. То есть, фактически, она для себя решила, что лучше сейчас развестись и разделить имущество. Мне кажется, что вот он что-то скрывает. Однозначно. Когда начались проблемы с законом? У меня были фирмы, которые занимались торговлей нефтепродуктов. В этих фирмах я не был директором. Но одна фирма была замечена в каких-то операциях. Было возбуждено уголовное дело в отношении директора этой фирмы. А у вас было право подписи? Нет, нет, абсолютно нет. То есть, вас невинно прямо вот, да? Как все говорят, ни за что. Нет, дело в том, что у нас суд решает, кто виноват, а кто преступник. Короче говоря, по экономическим преступлениям. Так вот, суд счел меня невиновным, более того, непричастным. Вы отсидели какую-то там кроху, 30 дней, что ли? Нет, это нет, очень долго. 14 месяцев. Ого. 14 месяцев тюрьмы, за это более 100 тысяч долларов я достал компенсацию от Министерства финансов Российской Федерации, плюс публично принес извинения прокурор. 14 месяцев. А прокурор принес вам публичные извинения? Ну, конечно, от лица государства. Это закреплено в уголовном кодексе. То есть, я был оправдан по реабилитирующим основаниям. Молодец, что он вышел из этой ситуации с честью, все это выдержал. Вы второй раз женились на чешке? Второй раз просто я встречался с женщиной, и она мне фактически поставила ультиматум, что она хочет сохранить ребенка, она беременна, и аборта не будет. Да. В общем, ну, а я сам вырос без отца, потому что мой отец погиб, когда мне был месяц. Ну, и вы, в общем-то, решили. И я, в общем-то, поступил порядочно, поэтому я сказал, давай, ладно, хорошо, пусть ребенок родится в браке. Не везло ему ни в любви, и с законом тоже такая ерунда вышла. И что случилось во втором браке? В общем-то, в принципе, у нас не было настолько хороших отношений, плюс встал вопрос о передаче у меня в Российской Федерации. Опять? Нет, не опять, это по этому же делу, по которому я потом находился в России в СИЗО. По этому делу встал вопрос. Либо я, прикрываясь чешским гражданством, европейским, и отказываюсь официально от того, чтобы я буду выдан в Россию, но я никогда не смогу заехать на родину. То есть любой путь на родину шел только через тюрьму. Потому что... И вы выбрали то, что выбрали? Я решил отказаться, написал официально министру юстиции письмо, что я отказываюсь, и я готов к уголовному преследованию в России. Меня выдали они. Жена вас поддержала во всей этой истории чешской? Жена сразу начала заниматься тем, что... Поделила то, что осталось? Нет, она не могла поделить, потому что у меня был брачный контракт. То есть к ней отошла квартира по контракту. Я купил ей квартиру, потому что у нас уже с ней был сын. Я купил ей машину, она забрала квартиру и машину. У меня остался дом, осталась еще одна квартира в Праге, в центре. И один автомобиль. Конечно, его решение было волевым. То, что он ценит, скажем так, связь с Россией и не стал скрываться в Праге. Откуда появилась студентка? Когда? Ну, это уже в Праге, да. Это были последние мои серьезные отношения. Самые яркие. Это я вернулся в Прагу. Я познакомился с девушкой, ей было 24 года. Все моложе, моложе у вас. Да, так вот получается у меня. Вот смотри, мне нравится, как он рассуждает. Вот не по своему возрасту, не по старковски как-то, да? Вот по современному. Ну, конечно, потому что он питается энергией молодых девушек, с которыми встречается. Я, как мужчина, хорошо к ней относился. Возили по миру? Да, мы постоянно путешествовали. Наряжали, балагали? Да, я купил ей машину, потому что у меня дома в пригороде, чтобы она могла ездить на занятия и в Прагу. Ну, там хоть немного, эти 15 километров нужно было проехать. И она из благодарности и из-за любви вам казалась, что она вас безумно любит? Да, мне казалось, что она безумно меня любит, потому что действительно, ну, наверное, такого отношения к себе я еще не видел ни от одной женщины. А потом, что такие отношения в виде машин закончились, когда поняли, что она вас не очень сильно любит, а предпочла других, более богатых? К сожалению, да, у нас просто была ситуация, когда мы полетели в Египет, там познакомились с владельцем отеля. У него была официальная любовница, русская девушка, которая приезжала к нему, какое-то время у него находилась. Просто они пригласили нас вместе на яхту. В процессе этого общения, эта девушка, эта любовница, как каждая женщина начинала рассказывать той моей девушке, какие бриллианты он ей подарил, какую квартиру он ей купил в Москве. Но там пахло деньгами, понимаете, большими. Ну, хорошо, там пахло деньгами, но ты же не знаешь, что она остается на этой яхте, и ей эти же самые бриллианты перепадают. Она же должна как минимум раздвигать ноги перед теми, кто ей будет дарить. Ну, это понятно, понятно. Ну, в общем, она осталась. Нет, она не осталась, мы вернулись в Прагу. Она была беременна от меня. Потому что она хотела этого ребенка, хотела замуж. Потом она резко поменяла свое отношение к жизни. Сказала, нет, я ничего не хочу, ребенок для меня рано. Вообще это была ошибка, я хочу путешествовать, хочу развлекаться, отдыхать, я не хочу работать. Где она сейчас? Я ничего не хочу делать. Сейчас она на интернете ищет дальше богатых мужчин, которые дальше, наверное, ей там что-то купят, куда-то ее отвезут. Скажите, пожалуйста, Евгений, вам дофига лет, у вас дофига детей, у вас дофига было жен, что в вас не так? Скажите, что вы, вот уже сейчас с нами, вот тетями взрослыми, по-честному, что не так в жизни было? Почему ни одна из этих ваших жен и женщин не оценила вас по достоинству? Ну, наверное, не было любви просто. Просто, Лёля, я считаю, что ему попадались не такие мудрые женщины, как ты. Да, согласна с тобой. Нужно брать более-менее ровню, да? Лариса, ты по возрасту сейчас говоришь, потому что если он говорит 25 лет, и такая девушка, вряд ли бы родители согласятся иметь ровесника, зятя. Почему? Нет, я, например, хочу, чтобы у моей дочери был взрослый мужчина. А зачем ей нужен щенок, у которого будет глаз жадный по сторонам? Ну, что, и пусть им 20 неплохо. А если у него пипирка работать уже не будет? Чего, а что же, не мается, что ли, теперь? Лучше с молодым, что, мы обеспечим. Ларис, ну что, что нашим девчонкам? А у молодых работает, как ты говоришь, пипирка на стороне тоже очень неплохо. Да ладно, зато работает, Лариса. Мы-то знаем. Беда-беда. Ну, по нему видно, что ему хочется вот какой-то активной жизни, какого-то движения. Что вот он, видишь, и спорт любит, у вас могло бы там какое-то общее увлечение. Детей еще хотите? Ну, он говорит, нужна молодая. Да, если речь идет о браке, и если наши отношения будут все-таки к браку идти, то брак не имеет смысла, если не рождается. Послушайте, у нас не называется программа «Здоровье». Как найти бабу для того, чтобы не залететь и не заболеть на стороне? У нас это «давай поженимся». Сюда приходят люди для того, чтобы впоследствии жениться. Брак – ребенок, равняется ребенок. Все, понятно. Девочка, меня знаете, что вас радует, что вас не обобрали как липку до конца, и у вас еще силы ездят, и недвижимости у вас там дофига, еще есть чем делиться. Еще есть чем, да, поделиться. Ну, в принципе, ну а что, будем спасать, как говорится, девушек? Не, ну, Роза. Че, Роза? У вас вон 100 гектаров земли в Омске, земли храни. Все хорошо, ладно, пусть поделят. Ну, че. Ой, знаете, я вот все, я убеждаюсь все время, есть тип мужчин, называется «самцы». И ничего с вами не поделаешь. Это про вас, это поговорка, что горбатого могила исправить все. Вы абсолютный сластолюб, вот просто к бабке не ходи. При этом вы успешный, везунчик, действительно сыто живете, многое в жизни видели. Зачем вам ровесница, пожилая, мудрая женщина, вы с ней или на ней умрете просто от тоски, конечно, и скажете, затоскуете, еще и сопьете с чего доброго. Конечно, вам нужна вот такая бандитская жена. Вот такая из 90-х. Если многие приходят и говорят только, чтобы никаких наручных... Но я утрирую, чтобы никаких наручных волос, никаких там ресниц, вам нужна как раз такая яркая. Знаете, в Одессе были такие раньше. Вот они были все губастые, сисястые, ногтястые, попастые. Вот прямо такие у них папы были моряки дальнего плавания, привозили яркие вещи. И вот они себя несли по этой жизни. Да, они были такого полубандитского, полумалиновского такого типа, но очень интересные. При этом и с хорошим себе, и с высшим образованием. Но спать она вам спокойно не должна давать. Конечно, вы должны и подревновывать ее, продолжать. И у вас должен был стимул, ну тем более и стимул для того, чтобы зарабатывать еще больше машин, домов и так далее. Она, конечно, вам должна нервы мотать. Но на все остальное, пока у вас будет на нее функционировать организм, будете закрывать глаза, как всегда. И когда в 76 лет придете к нам еще раз, будете рассказывать еще 7 дополнительных историй, как под копирку, похожие на предыдущие. Жизнь вас нифига не учит. А может быть и правильно. Ну вот такой вот тип. Гений следит за собой, он занимается спортом. Выглядит хорошо. Да, правильный образ жизни, это все его плюсы. Ну и что звезды? Я думаю, что очередные ваши пробные и испытательные знакомства с девушками могут заканчиваться тем же, что и раньше. Особенно, если вы последуете совету Ларисы. Она все правильно говорит. Действительно, такие женщины вам нравятся, только чем все заканчивается? Идите, знакомьтесь с первой невестой. Евгений, здравствуйте. Меня зовут Оля. Очень рада знакомству. Очень приятно, Ольга. Это там цветы, аккуратно. А это я заказываю одному художнику, он делает вручную такие акварели. Для меня это вид, романтический вид Праги. Ольга, 28 лет. Занимается мелким бизнесом в сфере продажи автомобилей. Подрабатывает фотомоделью. Любит ходить по клубам и ресторанам. Мечтает о загородном доме с курочками. Признается, что позволит своему мужу завести любовницу. Ольга сбежала от возлюбленного после того, как он признался ей, что бывшая жена ждет от него ребенка. Надеется, что с Евгением она будет счастлива. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Уважаемые и дорогие ведущие, мне хотелось бы вам преподнести цветы. А нам бы как хотелось. Просто клумбы. Просто клумбы. Лариса, это вам, вы мне очень симпатичны. Вы всегда так токсичны. Спасибо. Спасибо. Это красота невероятная. Девчонки порадовали. Ну это правда, ну это безумно красиво. Ну просто какое-то чудо чудное. Очень красивое платье, прям кукольное. Она в нем статуэточка, ей очень идет. Ольга, зачем вы в свои 28 лет объявляете о том, что разрешите иметь любовницу на стороне вашему мужа? Лариса, я, наверное, уже взрослая девочка, и я давным-давно сняла розовые очки. И как бы я, наверное, знаю, что каждый достойный мужчина в своей жизни, наверное, имеет любовницу. Ну просто, наверное, жены не хотят это разглажать. Ну знаете, во-первых, не каждый. Не каждый? Нет, это я вам теперь хочу сказать, как более взрослая девочка, я вам хочу сказать. Во-первых, не каждый. Понимаете, есть среди мужчин и непомощники. И вот те, которые помощники, их гораздо меньше, чем порядочных. Поверьте мне. А потом, когда ты заявляешь, что можно, то мужчина, который даже и не думал об этом ни разу, и думает, ну если моя настаивает, я, в принципе, нет, но моя сказала, пойду на еду. За язык не тянул. Дорогой, я тебе уже немножко поднадоела. Да, ты можешь завести любовницу. Ты можешь завести любовницу. Ну, хочешь, я тебя с кем-нибудь познакомлю? У меня есть одна примете, там одна. Но вы были в ситуации, когда ваш возлюбленный был женат. Да. Нет, он не был женат. У него был официальный штамм о разводе. У него был ребёнок. А, да, у него был ребёнок. И для вас не было секретом, что иногда он ходит к ребёнку? Да, потому что это же нормальное явление ходить в гости к ребёнку. Да. И предположить не могли ни одной секунды, что, идя к ребёнку, он может отдохнуть в кровати бывшей жены, да? Да. На то время я об этом не думала. Что так отдыхает? Кто сообщил, что его бывшая беременная? Вы знаете, едем мы однажды в машине. То есть я смотрю, что он пару дней, несколько дней ходит такой вот мрачный. Я у него спрашиваю, что с тобой? И вот он мне здесь выдаёт. Это моя жена бывшая беременная. А в грубный процент мужчин, разведясь, продолжают с бывшими жёнами, и жёны не противятся. Как бы для них даже и измены не считаются. Ты не боишься, да, что всплывут какие-то старые отношения? Видишь, у него было четыре брака. Не переживаешь, что всплывут какие-то старые? Ну, я считаю, что переживать нужно ему, а не мне. А вот вы дом хотите с курочками? Вы прямо так хотите фермерством заниматься? Нет, вы знаете, Роза, на самом деле это моя мечта. Иметь домик где-нибудь в Подмосковье, обязательно завести курочек, чтобы они несли домашние яйца, и чтобы с утра делать золотые яйца нёс вам. А что у вас в коробке-то? Прямо заинтересовала. А это вот для Ольги. Сейчас мы посмотрим, подождём, какой там будет сюрприз. Здесь три игрушки. Когда ты перевернёшь любую игрушку, можешь выбрать. Там написано действие, которое ты должна сделать. То есть можешь выбрать любую игрушку. Кисми. Что сделать? Кисми, поцелуй меня. Спасибо. Это тебе, игрушка. Спасибо. Спасибо, дорогой. У вас есть три бонуса. Семейная тайна или традиция. Скелет в шкафу или минута наедине. Что вы выбираете, Евгений? Ну, я, пожалуй, выберу минуту наедине. Конечно, я не сомневаюсь. Проходите, мы пока поспетничаем. А ты кусок мяса кому предназначалась? Да, Евгений. Мясо берите, там доедите. Мясо? Надкусите ещё. А можно мясо оставить обрату и другу? Я после пяти не ем, чтобы не портить фигуру. А он ещё и не ест, к тому же. Да, после пяти часов я не ем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты посмотри. Первая. Вот, он высокий и аппетит хороший. Ну, это ж не цель. Я жюри официально. Я хочу посмотреть. Расскажите потом вкусное время, хорошо? Да, поговорю. Ольга, какие тебе нужны отношения? То есть к чему ты как конечная цель? Наверное, уже серьёзно. Ну, видишь, некоторые серьёзными отношениями называют, например, сожительство, да? Гражданский брак, так называемый. Или у тебя цель уже семья, ребёнок, и вот именно в этом русле как бы ты планируешь свою жизнь направить? Евгений, просто вот я так рассуждаю, официально вот штамп в паспорте ставить я не хочу. То есть для меня у меня такое ощущение, что меня забирает мою свободу. Штамп в паспорте можно ставить, когда уже, может быть, девушка будет беременна. И то есть чтобы узаконить ребёнка, и вот отношения можно штамп в паспорте ставить. Но для того, чтобы его поставить, нужно вначале прожить, наверное, где-то год и понять, а совместимы ли вы вообще или нет. Нет, понятно, не говоришь, что завтра пойти там и пожениться или через неделю. Это, наверное, неприемлемо, чтобы люди там бежали и заключали браки. Я говорю, вообще, в принципе, конечная цель. Серьёзные отношения, да, и чтобы они уже шли к браку, наверное. Мне-то не нравится, это порция борща. Или шинкали. Один. Как-то вы там задержались, я бы сказала. Евгений, я, наверное, приглашаю вас на сцену. Евгений, в старину, с древних времён считалось, что как только входишь в новый дом, нужно молодожёнам первую пустить курицу. Поэтому помоги мне её, пожалуйста, споймать. Хорошо. И я тебе открою секрет. Давай, идём ловить. Эротично ловлят, да, на таких. Ты не боишься? Чувствуется. Давай, давай, давай. А что он их не ловит, боится? Давай вот это вот, она более спокойна. Лови, давай, лови. Покажи, что ты ещё можешь что-то. Давай, лови, лови. Давай, давай. Вот, молодец. А бантик, бантик, нет? Браво, молодец. Не прошло и пяти секунд. Сейчас, одну секундочку. Теперь нам нужно завязать бантик на курочку. В смысле, вы ей шею свернуть как-то? Ой. А может, она ещё яички снесёт нам? Через крыло, аккуратно. Не бойся. Давай мы её так вот выряжем. Евгений, с этих пор эта курица вам будет приносить достаток и нести золотые яйца. И, конечно же, если вы нас не заберёте к себе в Чехию в дом, то я вам буду готовить с утра яичницу. Ну и дура. Оля, забирайте цветы, подружек и проходите в свою комнату. Максим, по пятибалльной за мясо сколько ставите? Четыре с половиной. А как вам Ольга? Я считаю, что Ольга достаточно интересная девушка. с правильными, на мой взгляд, устремлениями, желанием создать очаг, какое-то хозяйство даже. Ну и, по крайней мере, как минимум, мой брат всегда будет сыт. Его брат оценил по достоинству твои таланты. Ну, мне девушка понравилась, конечно. В общем-то, я не совсем с ней соглашусь, что нужно разрешать мужчине изменять или с этим мириться. Я как бы не собираюсь заключать брак для того, чтобы... Она когда сказала, что я разрешу своему мужу иметь любовницу, это говорит о том, что я согласна на жизнь с мужчиной без любви. Ну, неправильно, неправильно просто поняла. Она молодая, красивая, соглашается на всё. Понимаете, всё при ней, почему бы не отродить ребёнка. То, что нужно. Потом это тот тип женщины, на которые мужчины обращают внимание. Что там говорить? На мой взгляд, Ольга очень плохо раскрылась. Она не отразила из себя настоящие здесь ни капли. Она очень высокого о себе мнения. Солнце в соединении с Юпитером огненное. Она не просто умеет притягивать внимание, она всё в жизни делает для этого. Она будет очень стараться быть звездой рядом со своим мужчиной. Но, к сожалению, это не гарантирует её лебединой верности тоже. Потому что она способна переключать своё внимание. Ей нужен мужчина действительно успешный. Тот, который будет тянуть на себе её и её нужды. Я не могу открыться людям, кого я не знаю. То есть мне нужно знать человека, чтобы они поняли, кто я. Проходите и знакомьтесь со второй невестой. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Лиза. И я приехала из северной столицы специально, чтобы познакомиться с тобой. Очень приятно, Лиза. Это тебе цветы. Спасибо большое. Елизавета. 26 лет. Профессиональный тренер по бодибилдингу и фитнесу. Всё свободное время посвящает спорту. Признаёт то, что порой бывает вспыльчивой. Гордится своей мамой. Мечтает купить автомобиль. Елизавета с лёгкостью увела возлюбленного из семьи, но стать его единственной любимой женщиной не смогла. Надеется, что Евгений не обманет её надежд. Какая вы. Хорошенькая. Плачка всё прикрыла, скромная. Довольно милая, красивая девушка. Он спортсменка. Да, он же тоже спортом занимается. Он же хотел спортивную девушку. Согласна. Хорошая фигура у неё. Скажите, пожалуйста, если вам кажется, что ваш избранник вас не любил, зачем он тогда ушёл от жены? Человек неопределённый. То есть он вроде сначала думает, что он любит одну, потом кажется, что он любит свою жену. Ну, не мог определиться какое-то время. Нет, когда ему, что вполне допустимо, показалось, что он всё-таки любит свою жену, вы ведь его не отпустили. Нет, не отпустили. Нет, не отпустили. Вы стали за него бороться, не отпускать его к семье. Потому что я его любила. Я влюбила за него. А он вам не принадлежал. А вот я, например, люблю вот эти серёжки Василиси. Но они её. А я их очень люблю. Я же не могу их забрать, понимаете? Потому что они мне нравятся. Я тогда была слишком молода. Мне был 21 год. Ну, уже достаточно для того, чтобы соображать, что если это не ваше, то не надо. Лучше отступиться. Ой, а вы знаете, я на первом этапе отношений вообще об этом не думала. Я просто в него влюбилась. И моей целью было сделать так, чтобы он... Был с вами. Был со мной, да. Я думаю, что, конечно, она поторопилась с ним. Связывать какие-то отношения. Да, да, да. Пока он не развёлся. Раз, да. Но он ведь ждёт с надеждой, да, что когда вы перебеститесь, вам исполнится лет 45, и вы к нему всё-таки вернётесь? В данный момент он ждёт, потому что... Откуда вы знаете? Во время... Он же это всё бла-бла-бла. Ну, я с ним поддерживаю какое-никакое отношение. А зачем вам? Он же вам родственник. А может быть, вы встанете? Относиться, если у вас всё сложится к тому, что ваша женщина, какие-никакие отношения поддерживает со своим бывшим? Ну, они же дружеские. Да, потому что нужно сначала определиться с бывшими отношениями, потом уже куда-то... Я считаю, что если он себе не родственник, и ты с ним рассталась, и вас ничего не связывает. Ну, к чему это? Если я сейчас буду поддерживать отношения со всеми девушками, с которыми у меня были отношения, тогда, наверное, вообще никаких отношений нельзя построить. Ей, мне кажется, неудобна та ситуация, о которой они обсуждают, что она убила мужчину из семьи. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. А пока реклама. У нас мало времени за мной! У вас два бонуса – скелет в шкафу и семейная тайна. Ну, пожалуй, выберу семейную тайну. Есть такая? Есть семейная тайна, но она больше, наверное, не семейная, а моя личная. Я отрицательно, крайне отрицательно отношусь к алкоголю. Потому что в моей жизни был очень печальный опыт. Как-то с группой своих сокурсников мы решили выпить. И после второго выпитого бокала я просто потеряла сознание. То есть у вас просто отторжение алкоголя? Да, у меня просто среагировало организм. Это вам Господь вот на всю жизнь вперёд дал такое предупреждение. А чего? Вы-то не пьёте, не пейте, пожалуйста. А другие-то в чём, Миша? Нет, почему? А зачем же другим-то пить? Это гадость и зло. Да я не правила, я на Новый год. Евгения ведёт здоровый образ жизни. Прикупить, конечно, но к крепкому алкоголю я категорически... То есть вообще даже не рюмочки. Ну да, действительно, судьба. Я дала такой знак, что пить больше не стоит. Зверюшку бери давай, бери зверюшку. И на ней написано. Вот я английский не знаю, не могла прочитать. Хагми. Хагми. Обними меня. Чего нужно? Обними меня. Что? Обними? Да. Обними меня. Кстати, Лиза, а ты можешь сказать, извините, я посторонних мужчин ещё пока не обнимаю? Да что ж ты помолчи немножко, она хочет, может быть, обняться. Вы знаете, в связи с моей профессией мне приходится обнимать и мужчин, и женщин каждый день. Если ты хочешь, ты можешь обнять, если не хочешь, просто заберёшь игрушку. Хочешь обнять мужчин? Конечно, я хочу обнять. Ну, обнимай. Спасибо большое. А для сюрприза мне нужно переодеться. Долго? Две минутки. Это же спортсменка. Сейчас быстренько. Как ты думаешь, она ему понравилась? Ну, по впечатлениям экрана. Думаю, что да. Я сейчас покажу тебе своё любимое упражнение, и мне понадобится твоя помощь. Смотри, ты должен сесть коленями. Прижать тебе коленями ступни, да? Ступни. Не больно тебе будет? Нет, мне не будет больно. Точно? Да. И немножко пошире ноги. И поехали. Держим крепко. А, ты хочешь стать? Конечно. Я думал, ты пресс качаешься, пожалуйста. Оп. Ну, вот и помощь мужчины. Оказалось, кстати. Качание пресса. В этом упражнении работает не только пресс, но и ноги. А так ты вот так животом прижмись. И вылетаем коленями. И вылетаем коленями. И все. Спасибо большое. Евгений, я продемонстрировала тебе свою физическую форму, а теперь ты продемонстрируй мне свою. И подними меня на руки. Так. Все, крепко. Проходите, девочки, в свою комнату. Спасибо большое. Отличный сюрприз. Так, сильный. Я думаю, она вас разила, покорила этим. Может, это наповал. На все сто, да. Ну что, друзья мои, впечатления какие, Елизавете? С большим уважением всегда отношусь к целеустремленным людям. В данном случае речь идет о спорте, конечно же, да. Но, с другой стороны, очень настораживает меня всегда участники любовных треугольников. Жених ничуть не хуже, чем на фото и на видео. В реальности даже лучше. Послушайте, вашему брату уже пора просто на погост ходить и выбирать место. Ну, честно, вы просто прогулись привыкать. Да, да, да. Да? А ей всего 26 лет, у них разница 20 лет. У него было 157 браков, он сидел в тюрьме. И вы вдруг, девочки, от того, что она полюбила когда-то женатого, вы говорите, как-то мне это смущает. С ума, что ли, сошел? Ну, мне девушка понравилась. Еще бы. Она, у нее, очевидно, у них богатый внутренний мир, то есть ее, как сказать... Не будет сидеть у вас на шее, она не будет мечтать о курочках. Она способна любить. Я бы сказал, что, наверное, она будет способна любить. Ему понравилось, да, кажется? Да, мне понравилось. Смотри, у меня руки прям дрожат. Роза? Ну, Лиза, конечно, мне нравится. Сейчас она подрастерялась, может быть, вы производите еще впечатление, впечатление, но вряд ли она выйдет замуж за мужчину, который ей в отце годится. У нее прекрасно хорошее воспитание, я думаю, что родители станут в позу. Раз Елизавета пришла на программу, и у нее есть желание выйти замуж, и она обратилась к нам, значит, все возможно, тоже отговаривать не будем. А что, звезды? Я считаю, что история общения с женатым мужчиной, в отличие от Ольги, в случае Елизаветы, четко в ее описании была похожа на историю любви. У нее земная Венера, она привыкает к людям, она действительно привязывается, ей правда было сложно его отпустить, и она, на мой взгляд, была довольно убедительна вот в том, как она рассказывала о себе. Если уж говорить о неприятных каких-то моментах, связанных с тюремным заключением, я думаю, что эта девушка стала бы ожидать своего молодого человека из этих... Татьяна, 35 лет. Дизайнер интерьеров, имеет свой бизнес, увлекается гастрономическим туризмом, любит готовить, но не любит мыть посуду. Мечтает о красивой свадьбе на островах. Татьяна отменила свадьбу с возлюбленным, находясь на седьмом месяце беременности. Надеется, что Евгений найдет общий язык с ней и с ее ребенком. Здравствуйте, девочки. Прямо весна-весна уже, смотрите, панчики такие. Да, это для вас. Разрешите вам подарить букеты весенние. Отгадайтесь, Светлана. Веселись. А я нашел паспорт. Ларис, всем. Нет, 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 нет. Спасибо, Леонид. Спасибо, Леонид Роза. Симпатичная, правда? Она очень молодо выглядит, но не выглядит на свои 35 лет. Я понимаю, что должно было произойти в организме беременной женщины, чтобы она отказалась выйти замуж. Да, ситуация... А вы чем руководствовались? Я-то знаю. Да. Просто одна консультация к психологу или маме, которая на кухне промывает мозги и все, и рассказывает вам про гормон, который... Наверное, да. Отчасти вы правы, но происходили некоторые моменты, которые мне было достаточно сложно принять и понять. Вы забеременели от любимого мужчины? Да, да. У нас была любовь, он мне сделал предложение. Бельгиец? Да, он бельгиец. Я жила в Бельгии какое-то время. Сделал мне предложение, я его приняла. Затем наступила беременность. Собственно, я уехала в Россию собирать документы, потому что брак должны были там зарегистрировать. Вот. И по приезду мой любимый как-то достаточно странно меня встретил. Хотя нет, не холодно, ничего, но просто вот, допустим, он привез меня в квартиру полную там, простите, мусора. И как-то все было вот. Ну, видно, что не подготовился, это мягко говоря. Я однажды приехала домой, где мой сын оставался с мужем в течение недели. Я открыла дверь и заплакала. Я уже рассказывала об этом. Потому что мало того, что было заставлено все посуды, они в последний день пили кофе из бульонных вот таких вот чашек. И для супа, и из тарелок. А у меня много посуды. Когда я попыталась одну взять кружку, чтобы ее помыть, и выпить кофе, она всегда так. Слушай, ну все же посудомойка есть точно. У меня есть посудомойка, у меня есть все. И у него есть посудомойка. Только не ходили куры по дому и гуси, и не ползали змеи. Это был такой кошмар. Это человек 50 должны были в течение месяца вот этим всем пользоваться. Но я выматерилась, конечно, потом позвала подругу, и мы с ней навели порядок. Это не может стать поводом, чтобы я вдруг взяла его и идиота такого, который мне устроил, бросила. Ну, самой нужен. Ну, что за глупость какая-то? Ну, Тань. Была вот такая вот кухонная столешница, которая длиной практически 5 метров. В его доме, да. Да. Она была просто покрыта... Презервативами использованными. Если нет, тогда остальное что? Ну, видимо, кто-то может с этим мириться, а я нет. Я считаю, что она рассказывает глупости, что квартира была не убрана, и поэтому это послужило поводом. Вы оставили ребенка без отца, без уважительной причины, потому что для меня грязная посуда. Ну, то, что он не... Хорошо, я забеременела, мне приходилось тянуть все на себе, а ведение родов за границей, у меня не было, как сказать, вида на жительство на тот момент, да. Так если вы ему отказали... Я все, все, все делала это сама. Я же не то, что приехала... Да, то есть это не было так, что я приехала. Тогда бы назвали это причиной, вы же умолчали. Я все везла в итоге на себе. И, конечно, ну, спустя энное количество времени я подумала, а зачем? Что одной легче? Это причина. Ну, действительно, по факту получилось так, что одной действительно... Когда я с первым мужем развелась, царство в небесное, я тоже поняла, оказывается, у меня куча денег. Оказывается, я высокоплачиваемая артистка, потому что он был наркоман, и все было как в пропасть, а я, как честная провинциальная жена, все в общую копилку. Только получалось, что только работаю только я. Понимаете, это был кошмар. Думаю, как оказывается одной хорошо, мне столько... Мало того, я перестала нервничать, заходя в магазин, что я могу себе купить шубу с одного гонорара, и мне надо звонить и спрашивать, могу ли я это сделать. Все, вот это причина. Спасибо. У вас хорошая разница в возрасте, 10 лет. У вас ребенок. Вы же не против детей? Европа. Нет, конечно, нет. А вы хотите еще одного ребенка? Да, я хочу детей еще. Ну, почему нет? Здоровый образ жизни. Ребенок будет с кого брать пример. Лень, ну я считаю, что однозначно она не мудрее тебя. В свои 35. Да, в свои 35. У вас остался один бонус, скелет в шкафу. Хотите узнать? Ну, пожалуй, да. А я нет, но я посмотрю. Потому что я любопытная. Так и нет никакого скелета. Да, действительно нет. Рассказала вам, как есть. Может быть, там какой-то скелет в шкафу все-таки есть. Просто она это не озвучила. А вы игрушку там вытащите с вопросом? Ну, что там, обнять, поцеловать, удушить? Ха-ха, не обними меня. Все обнять-то? Господи. Ну, может быть, вы меня обнимете, как-то девушки со мной. Она как-то очень странно разговаривает. Да, у нее что-то с мимикой. Что-то с мимикой. Сюрприз покажете? Да. Проходите. Евгений, вы мне поможете в моем сюрпризе? Да, с удовольствием. Я просто... Я пару дней назад приехала из Таиланда, привезла вам витамины, фрукты. Вы умеете разделывать ананас? Спасибо, да. Да? Давайте вместе это сделаем. Прям интересно. Вы так же это делаете, как и я? То есть вы один ананас разделываете, а я другой? Да. Тайские, сладкие. Надеюсь, вам понравится. Смотри, смотри, как он ловко это делает. Мы уберем мусор, а потом скажешь, как Евгений тоже... А, нет, это было чистое. Мусор сюда. Да? Да. А сюда чистое ананас. Скажешь, что у Евгения на столе, как у бельгийцев этого было. Даже за собой ананас очистки не убрал. А вы только один ананас нам или еще что-нибудь дадите? Роза, если вы хотите, могу для вас разделать манго. Да, мы очень хотим. Это значит, вы же гастрономическими турами увлекаетесь, да? Да, да. Это как раз из той самой серии. Да, да. Я из каждой страны пытаюсь почерпнуть что-то для себя новое, чему-то научиться, попробовать что-то действительно вкусное и интересное. Ну ладно, хорош, давайте уже есть. Слюна уже склепнула слюной просто. На мой взгляд, мои курочки были поинтереснее. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы друзьям своим, а я ведущим. Как объединяет труд. Спасибо, Даня, большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот этот род, вот это что-то такое неправильное в этой фигуре, в этом, даже в этом росте есть столько манкости. Я, например, это вижу и считываю. Она очаровательная, ее хочется рассматривать. У нее хороший вкус, у нее есть свое дело, у нее масса достоинств. И потом, послушайте, ребенок такой маленький, вы можете стать отцом этой девочки. Ну да, ребенок и опыт, и что у тебя плюсы есть. У других девушек, у других нет. Татьяна, мне понравилось. У нее, конечно, есть уже опыт и позитивные, наверное, негативные отношения каких-то. В общем-то, да, чувствуется в ней вот этот стержень уже зрелой женщины. Конечно, он уже в ней есть. То есть она, наверное, сможет, конечно, свою семью в перспективе сделать такое. Потом разница в возрасте неубийственная. Чтобы она была. Ну да, разница в возрасте небольшая. Послушайте, мужчина, дайте я вам глаза открою один раз и навсегда. Как молодым мужчинам не очень в кайф, если он не извращенец, спать с женщиной, у которой уже покоцанное дряблое тело, то есть много старше его, так и молодым женщинам. Я тоже была девушкой юной. И когда за мной ухаживали такие дядьки, как вы, ну это только если много алкоголя или там еще что-то, ну подружки рассказывали, за что-то. Я даже ради ролей этого не могла себе позволить. Как бы вы за собой не следили, вы взрослый дядька, вам почти полтинец, а молодой девушке хочется молодого мужчину, чтобы вместе жить и вместе стареть. Не тешьте себя, не обманывайте себя, пожалуйста. Просто представьте себе, что с вами женщина, вам 45, а ей 70. Ну это крайности, понимаете, это крайности. В страшном сне. Почему? 20 лет разница. Жизненные реалии, они другие. Нет. 10 лет, я считаю, что это совершенно нормальная разница, особенно если мужчина старше. Поверьте мне, мужчинам спать со старой женщиной неприятно, и молодой женщине со старым мужчиной спать неприятно. Она это делает только ради чего-то. Поверьте мне, от вас так же по утрам неприятно пахнет, как бы вы, чем бы вы ни занимаетесь. У вас вставные зубы, у вас нет волос. Логика, конечно, своеобразная. Нет, мы просто вам говорим честно. Кто вам еще скажет эту честность? То есть у вас логика такая. У тебя есть деньги и возможность купить Порше, но купи лучше Ладу Калина, чтобы быть как все. Нет. Не покупай Порше. То есть примерно так. Чтобы вы не обольщались. Это я Лада Калина, что ли? Если со мной, например, хочет быть молодая женщина, зачем мне ее отталкивать от себя? Не надо, почему она хочет. Не надо отталкивать от себя. Чтобы кто-то сказал, что... А я за отечественным производителем. Чтобы что? Ну, объясните, сами себя ждут. Я говорю, что кто-то сказал, что да, вот молодец какой ему, 45, а партнерша 42. Ну, если со мной интересно молодой женщине... Вы следуете из своих желаний, вы подумайте о ней, подумайте о женщине. Вот она, зачем она желает быть с вами? С какой целью? Ей это зачем нужно? У моей подруги был муж намного старше ее. И сын, ровесник. Моей подруги. И она говорит, слышишь, это две большие разницы. Когда приходил его сын, он бездействие, мы здоровы. Говорит, вот он меня обнимает и другое тело. Поэтому давайте не будем исключать, да, что для женщины секс, ночь и вот это все так же важно, как для вас мужчин. Вы знаете... Я даже уже сейчас не хочу ничего говорить. Да, вы очень хорошо выглядите. Последнюю фразу... Вы в прекрасной форме. Проблема, Лариса, проблема в том, что 40-летние женщины или 45-летние женщины выставляют абсолютно такие же требования, как девушки 28-30 лет. Абсолютно то же самое. Уговорил. Купи.